Так-так-так, друзья, всем привет! Сейчас уже в Волгограде нахожусь, еду на подводную охоту. Жду свою машину, потому что здесь на таксишке надо недалеко проехать. Такси 80 рублей стоит. Вот это цены, вот это оно. Не то, что по Москве, а от полторушки, от тысячи. Куда-нибудь только тебя завезут. В общем, Макс уже ждет меня на берегу со своим другом. Мы сегодня втроем едем на подводную охоту. Я выспался после дороги вчерашней. Дорога была тяжелая, реально, 12 часов для меня тяжеловато. Я, как уже говорил, если бы это была платная дорога, это одно. А когда ты вот обгоняешь туда-сюда, вечно на стреме таком жестко, вечно в напряжении сильном. Я даже лег, и у меня все тело вот такое напряжено было. Ну, не об этом. Самый кайф, что сейчас я еду на подводную охоту с огромными, огромными профессионалами. Ну, вот, как я и говорил, Макс меня встретил со своим товарищем. С Максом. С Максом еще одним. Вот они, два волгоградских волка. Ай-ай. Отбегай. Привет. Носиков дотронулась. Ну, что, Макс, какие планы у нас? У нас планы, мы сейчас едем на базу рыболовную к специальным пацанам, таким настоящим пацанам. Здесь у нас местные авторитеты подводные, надводные. Интересно, мои ребята знают, почему, вот, как Максим, вы видите, я еще не настолько профессионал, чтобы усы выбривать чисто усы. Вот, а он, видите, выбривает усы. И как вы думаете, для чего? Чтобы маска есть, чтобы маска не текла. Понятно, тамки обычно везде есть. Но сегодня нету. Нету нас только? Ну, слушай, я в последний раз плал, когда я взял свою щуку, наконец-то, большую, на 7 килограмм. Это больше я никогда не брал. И у меня прям волосатая борода была и не текла маской. Ну, дай бог ты лупился. Если улыбаться не будешь, то нужно все завис только у тебя маска. Значит, сегодня мы что делаем? Сейчас очень просто. Мы сейчас доезжаем, садимся в лодку, едем искать прозрачную воду. Для начала разныряемся. Но там посмотрим по данным, по параметрам, если получится, значит, поснимаем. Я возьму подзудную камеру. Супер. Часы такие пойдут? Супер. О, значит, я полностью готов. Так, ну, сегодня весь день в лодке. Вот Макс у нас сидит, весь день в лодке, я хотел сказать. Везде я хотел сказать, что на лодке, дружок этот, его уже пристегнули, потому что он прям на голову прыгает, купаться хочет. У нас сегодня, к сожалению или к счастью, пока один ясь, ой, какой ясь. Головаль, сейчас Макс еще пошел. Светов нет, а? Вот. А, вот. Ага. Причем я его не наскольц, да, пострелил его. Вот. Макс решил еще занырнуть сейчас, попробовать. Пошел он толстолобика искать. Если сейчас наедет толстолобика, значит, у меня с толстолобиком. Сегодня у меня был первый день для разныривания. Сегодня разныривались, завтра уже полный, полный, полный вперед. Так, ребят, ну, в общем, я сейчас в микрофончике, потому что ветер сильный. Макс вот рядом стоит, его пока слышно не будет, но, в общем, мы отохотились. Вчера у нас был, что у нас вчера было подстрелено, я уже забыл. А, голавлик вчера был, сегодня щучка. Ну, вот, Макс говорит, что сегодня до вечера еще по-любому добьет и найдет того самого либо белого амура, либо толстолобика. Ребят, привет. Я вот этот такой проект решил замутить. Перезагрузка, подводная охота, 3 дня, остров. Что там будет? В первую очередь это будет перезагрузка мозгов. Мы научимся расслаблять, научимся дышать, научимся нырять, плавать. Техника, охота, общение с мужчинами без алкоголя, без сигарет. Чисто мужская настоящая компания. Организуем какие-то призы между собой, такие мини-соревнования. Постараемся даже телефоны нафиг убрать, чтобы просто вот прям погрузиться 4 дня вот в эту тему. Ваши мозги прям вот так встанут на место. Прям будет огонь. И людей я планирую немного взять. 3, 5, 7, до 10 человек, не больше. Кому интересно, обязательно заходите по ссылочке в описании. Так, а у нас, видите, парни здесь руки моют. Льдом. Льдом, да. Короче, мы здесь, видите, заранее предусмотрели, что охота-охота, но поесть надо будет всегда. Вот купаты, мяско, ну и, конечно же, вновь подстреленная щучка. Дружок, пирожок. Решили, что немножко нужно отдохнуть, потому что целый день вчера охотились, сегодня ныряем, 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 ныряем. Вот лодочка. Тут сильное течение, сильно устаешь. Поэтому решили, что нужно немножко, так сказать, отдохнуть. Пока ты будешь нас снимать, мы все скушаем. Ага. Ешь, ешь, я это пока могу потерпеть. Ножи нормальные у него вообще. Класс. Почему рыбы нет? Рыбы нету, потому что у нас задержки нету. Да. Поэтому рыбы нету. А я переживаю за Серегу постоянно, поэтому у меня тоже рыбы нету. Ну а ты что, рыбы не видел, да, просто? Я пытался найти Сомика, но Сомика не нашел. И очень вода теплая, и рыба, похоже, прям куда-то локальное, локальное место. Ну, я Сереге предлагал, поехал туда, где рыба. Но там прозрачность хуже. Он говорит, что, ну давай тебе прозрачность лучше поедем. Ребят, просто мне лучше прозрак, чтобы было, а рыба это второе.